Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, дамы и господа, партнеры, соратники. Сегодня действительно как бы особенный день, такой же особенный, как мы совершенно недавно все услышали новости, узнали информацию 28 ноября, когда поехал первый раз Юнибайк, начался первый генеральный технический прогон, и всех это очень сильно поразило. Мы планомерно развиваемся и знаем, какая стратегия нас ожидает в ближайшие годы. Все очень логично развивается, поэтому за демонстрацией подвижных составов, или как правильно называть, генеральный технический прогон, испытания, ходовые испытания идут сейчас каждый день, должны последовать адресные проекты. Огромнейшая работа на сегодняшний день проделывается отделом адресных проектов. И в подчинении у Кирилла Бадулина, руководителя отдела адресных проектов, на сегодняшний день находится уже три человека, хотя недавно находился один. Сейчас этот отдел полностью загружен, и поэтому многие коммерческие предложения, многие предложения по проектам откладываются на потом. Не потому что они второстепенны или неинтересны, а потому что есть действительно приоритетные страны и проекты. И я прошу всех запомнить вчерашнюю дату, то есть 17 февраля, так же, как мы запомнили 28 ноября. 17 февраля произошло подписание соглашения о ряде адресных проектов в Индии. У Анатолия Эдуардовича, у Виктора Игоревича Бабурина, и у всей команды, которая их поддерживает и сопровождает, огромнейший плотный график бизнес-поездок в кратчайший период. Но первый пункт назначения, то есть Индия, был завершен ошеломительным успехом, по-другому это не назовешь. По сумме контракта, я хотел бы процитировать Сергея Анатольевича Сибирякова, много и очень большая сумма. Мы не имеем права разглашать название штата, но я могу сказать, что это один из небольших, многих штатов Индии, а территория Индии это 3 миллиарда квадратных километров, и там будут реализовываться не адресный проект, а адресные проекты по различным направлениям по применению технологии Skyway. И единственная проблема, почему этот штат сегодня не живет полной жизнью, там нет дорог. И как вы прекрасно понимаете, такая проблема во многих точках земного шара. И наш путь начался не мелкой поступью, но уже большими, крупными шагами. Поэтому мы с вами также должны взрослеть, и поэтому будут создаваться регламенты, правила, по которым мы обязаны следовать с вами. В ближайшее время мы опубликуем первый регламент, и он касается посещения Экотехнопарка и ЗАО Струнные Технологии. Благодарю, друзья. Я с огромным удовольствием передаю слово Евгению Кудряшову. Строй Skyway, спасай планету. Я всех приветствую. Я всех очень сильно поздравляю с этим свершившимся событием, которое вчера просто уже, ну, как факт, да, свершившийся. Мы с первого дня ждали этого события. Анатолий Эдуардович и того более, это, наверное, порядка 40 лет. И вчера оно свершилось. Это знаменательная историческая дата вообще в истории проекта Skyway. Подробностей мы, более детальных мы пока не знаем, потому что сегодня у нас Виктор Бабурин с Анатолием Эдуардовичем в Арабские Эмираты улетели. Возможно, и там что-то будет. Но пока об этом ничего не знаем. Подробности будут в ближайшее время. Сумму, которую не озвучивал Алексей Суходоев, она большая сейчас для проекта, для нашего старта. Я думаю, что это через 2, 3, 4, 5 лет это будет просто небольшая сумма. Это около 1 миллиарда долларов. А если я не ошибаюсь, но могу ошибиться в нескольких, только миллиардах, это 922 миллиона долларов на 3 адресных проекта. Дорогие друзья, как вы уже все знаете, что с 7 на 8 марта у нас произойдет смена дисконта. Это очень, на самом деле, важное еще одно очередное событие, которое нас ждет буквально, у нас осталось 2 с небольшим недели. Дорогие друзья, в связи с этим, со сменой дисконта, я вас очень прошу, те, кто закрывают рассрочки, планируют открыть новые рассрочки, делайте это заранее, не в последние дни. У нас не будет возможности исправлять дисконты, исправлять какие-либо поздние зачисления по новым дисконтам. Это будет огромная работа и огромная проблема для компании. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о смене дисконта непосредственно заранее. Мы сейчас дополняем личный кабинет платежными системами, которые были бы удобны вам. Стараемся дать максимально удобные и комфортные, как для вас, так и для компании, способы оплаты. Также, если вы успели заметить, наш личный кабинет, буквально с недавнего времени, я не помню, это было позавчера, по-моему, уже на 12 языках. И в ближайшее время мы уже сейчас активно работаем на подключении индийского рынка и на подключении китайского рынка. Также очень активно приглашаем в сотрудничество юридических лиц. И в связи с нашим огромным ростом, сейчас нам требуются последовательные переводчики, которые бы помогали нам проводить такие телемосты уже не на 5-10 стран, а чтобы мы могли зацепить, у нас на сегодняшний день более 140 стран. На данный момент мы уже внедрили функционал очень быстрого внедрения новых языков, который по времени будет занимать скорость переводчика. То есть, насколько быстро переводчик сможет перевести, настолько быстро у нас будет появляться каждый новый язык. И под каждую новую страну мы готовы это делать. И также, буквально полторы недели назад, мы запустили огромную работу по модернизации нашего главного сайта, который будет также на всех тех же языках, что личный кабинет, и при этом будет на одной платформе с самим личным кабинетом. Это принципиально новая разработка будет и сайт, который будет соответствовать инновационной инвестиционной компании. Дорогие друзья, это все, что я хотел сегодня сказать в своем выступлении. Вот, сейчас я бы хотел попросить присоединиться члена правления компании Skyway Capital Владимира Маслова. Владимир Маслов, просим вас в студию. Всего вам хорошего, благодарю вас за работу, спасибо вам. Добрый день всем с моей стороны. И сегодня на телемосту я бы хотел поставить точку к восьмому этапу. Что же мы все-таки с вами сделали всей командой? И это так. Сейчас как раз на экране здесь показываю. Здесь это ориентировочная стоимость рабочей документации, которая сейчас фактически складывается в головной компании. Это 500 миллионов долларов США. Это в случае, если эту документацию кто-то сможет купить. Или в строительстве. Документация как таковая выработана на восьмом этапе. И это касается именно городского транспорта Skyway комплекса. Новые модели их опытное производство. То есть новые модели Unibus, Unibike, они разработаны. Для них есть, для производства моделей есть документация. И работы ведутся. Кроме тех уже двух, которые были когда-то сделаны. Сейчас на определенных стадиях готовность к этой модели. Проектная документация под ключ. Выстроена основная инфраструктура тестового комплекса легкой городской Skyway системы. И, что самое важное, как результат, он бы не был возможным. Ведутся подготовительные работы по открытию пилотных проектов в Индии, Австралии и других странах. Это то, что фактически сегодня прозвучало. Это как раз и результат именно восьмого предыдущих этапа. Что лежит в основе девятого этапа, основное? Это трансфер миллиардов. Здесь он там в диапазоне 1 годовым станом 25 под инвестиции в 25 миллионов долларов, которые необходимы для проекта. Что будет сделано под 25 миллионов инвестиций? Основное. Завершение строительства, испытания и сертификации тестового комплекса легкой городской Skyway системы. Очень важно, и большая работа уже ведется, но она будет продолжена. Это с заказчиками, поставщиками, комплектующих узлов, подрегатов. То есть все то, что нужно для производства юнибусов, юнибайков, других узлов системы. Ну и естественно создание салона продаж Skyway технологий для перевозки пассажиров и грузов. Да, друзья? Именно в городе. Да, друзья? Настало это время. Уже салон продаж Skyway. Хотя продажа идет, как вы сегодня уже слышали. Вы видите здесь, кто видит, а кто не видит, я озвучу. Заключение контрактов на адресные проекты на общую сумму 5 миллиардов и более долларов. Мы уже идем в девятом этапе, друзья. Это радует. Создание оборудования, необходимого для опытной промышленной отработки, сертификации, строительства. Это тоже очень большая работа. Мы до сих пор говорили о юнибусах, юнибайках, а уже настало время инвестировать и дополнительно инвестировать в оборудование для промышленной отработки. Это очень серьезный этап, дорогие друзья. Здесь идет в какой-то степени повторение. Создание опытно-промышленной и производственной баз холдинга. То есть расширение производства, в принципе. Ну и последний пункт – это работа с заказчиками во всем мире, всего мира. Заключение именно предварительных контактов уже на реальные суммы, на реальные проекты. И теперь о правовых моментах, которые неплохо напомнить, именно вот на стадии подготовки и перехода с одного этапа на другой. И прежде чем перейти к вопросам, которые обычно задают, и для того, чтобы всем осознать, я просто напомню, что учредителем той компании, акциями, которой мы получаем гарантии под свои инвестиции, является Global Transport Investment. Кроме всех других акций, есть простые акции, и есть привилегированные акции, которые она выпустила под технологию. Для ведения именно подготовительных работ и проведения сертификации в Эко-технопарк, через Эко-технопарк проект, первый проект Эко-технопарка, было выделено 15% привилегированных акций. Это 60 миллиардов акций. Это взнос в акционерный капитал Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинга. Это 60 миллиардов акций. Одна акция по номинальной стоимости 1 доллар. Это привилегированные акции, вынесенные в собственность этой компании, созданной для того, чтобы в дальнейшем осуществлять инвестиционную деятельность. Это нормальная юридическая, правовая, экономическая деятельность корпорации, возглавляемой именно вот этой компанией. И теперь Евразин Рейлс Кавей Системс Холдинг, акционерное общество, создано для того, чтобы осуществлять процесс или гарантировать процесс инвестирования. И тогда эта компания выпустила свои акции. Одна акция, один доллар, один голос. Простые акции этой компании на 60 миллиардов долларов. И я просто здесь еще раз напомню и обозначу. Акции не продаются, дорогие друзья, и не покупаются. Акции являются предметом гарантии, залога под те инвестиции, которые фактически являются кредитованием проекта Skyway в Экотехнопарке, чтобы они обрели свою цену. Ну что, с праздником вас еще раз поздравляю. Сегодня хочется только праздновать и радоваться тому событию. И главное, что мы каждый являемся участником этого праздника. Ну и хочу вам напомнить, что после праздника у нас начинается очень активный, или продолжается очень активный рабочий момент. Мы все-таки сегодня настраиваемся на то, что мы переходим на девятый этап. Друзья, у нас 18 дней, 18 дней восьмого этапа, чтобы перейти на девятый. Мы хотим благодарить всех партнеров, мы хотим вас обучать, и мы хотим вас вести дальше. И следующая наша встреча, наш большой форум компании Skyway Capital, это во Франции, в Париже, 8-9 апреля. На этом форуме к нам подключилась компания Академия Golden Rope, которая составляет в данный момент целый курс лекций для наших партнеров. И эту компанию представляет Нина Задрабева. Коллеги и партнеры, хочу, чтобы вы очень серьезно к этому отнеслись и поняли, что такие поездки, такие обучения нам поможет двигаться дальше и развивать в дальнейшем не только привлечение средств к нашей технологии, но и работать и развиваться в адресных проектах. И в девятом этапе мы объявим новые статусы, потому что наши высшие статусы уже достигнуты нашими уникальными партнерами. Мы внедряем две новые позиции, это будет SkyExpert, и дополнительно мы вводим новый статус VIPInvestor. Также хочу вас проинформировать о том, что у нас новый сертификат, подарочный сертификат. Кроме сертификата и поощрений, мы внедряем две новые системы. Я думаю, что март и апрель будут именно теми месяцами, когда мы начнем использовать два новых инструмента. Это система «Аплайн» и «Опцион». Для того, чтобы обучаться на все инструменты и активно продвигаться в этом году, мы вас приглашаем, еще раз напоминаю, сперва в Париж, потом, конечно, в июле на Экофестиваль, и в конце лета наверняка встретимся в Болгарии. Еще раз вас поздравляю с новыми событиями и передаю слово своей коллеге Ирине Волкове. Коллеги, ну сегодня очень такая эмоциональная встреча. Мы все взволнованы со вчерашнего вечера. Коллеги, на весь 2017 год практически уже прописаны все мероприятия. И я хотела бы сегодня вас не просто сказать об этом, но показать, чтобы вы увидели, насколько глобально мы сейчас работаем в наших странах и регионах. У нас всего 252 страны по всему миру. Коллеги, это очень серьезный показатель. На сегодняшний момент у нас около 10 топ-лидирующих стран по привлечению инвестиций. Буквально с сегодняшнего месяца, уже с февраля, у нас очень серьезно подключились новые страны. У нас активно стала работать Украина, Бразилия, Нигерия, Израиль. И еще один акцент, который я хотела бы сегодня сделать, это касается наших региональных лидеров, наших региональных спикеров по всему миру. Я также хочу напомнить, что в Париже в апреле, 8-9 апреля, мы встречаемся со всеми нашими региональными спикерами и лидерами, где будет дополнительное обучение и сертификация наших спикеров оффлайн и онлайн. Уважаемые друзья, я также благодарю вас за внимание и передаю слово Сергею Сибирякову. Так, здравствуйте, друзья, как говорится, и снова здрасте. Сегодня, друзья, мы являемся свидетелями перехода проекта на новый абсолютно принципиальный этап. Если 29 ноября 2016 года это рождение технологии Skyway, когда ее увидели все, то сегодня это первый очень серьезный шаг к тысячам и тысячам адресных проектов, которые пойдут по всему миру. Вчера позвонил Анатолий Дарвич Юницкий с Виктором именно по окончанию переговоров и в очень эмоциональном подъеме нам рассказал о том, что достигнуто первое соглашение, подписано о первых трех адресных проектах, которые будут запускаться уже летом этого года в Индии. Впереди, друзья, огромная работа. Это первый шаг к колоссальной работе, которую мы все вместе должны сделать. И так же, как демонстрация первой шаги Юнибайка и на Экофесте мы уже увидим серьезные демонстрации целых направлений Skyway, четырех направлений Skyway. Так же, друзья, первый шаг, он потому и первый, и очень важный, что дальше уже будут десятки, сотни, тысячи проектов. Это уже не будет не так радостно, как сегодня. И Анатолий Эдуардович вчера сказал очень интересную фразу. Еще неделю назад он не до конца верил о том, что вход в корневую технологию может быть закрыт в этом году. Он говорил, что все-таки казалось, что это более отдаленная перспектива. И самое главное, друзья, что сейчас уже начинается выстраиваться очередь. Анатолий Эдуардович уже зовут в Индонезию, в Филиппины, в Сингапур. Завтра, точнее, сегодня он уже прилетел в Абудаби. То есть этот процесс пошел. В завершении могу сказать, друзья, что сейчас уже посещение эко-технопарка крупными инвесторами уже начинает формироваться график. Потому что не всех в одно время можем принять. По мере развития этих событий, вы об этом будете узнавать, потому что это и есть сегодня смысл работы. Не исключено, друзья, что до эко-феста, до 1 июля, может произойти еще одна смена дисконта и еще одна смена этапа. Те события, которые сейчас происходят, вполне могут к этому привести. Поэтому, друзья, до встречи на эко-фесте, когда вы увидите настолько много серьезного и интересного в Skyway, услышите о адресных проектов и увидите реальных людей, которые давно участвуют в проекте. Со вчерашнего дня пошел обратный отец. Отчет о закрытии входа в корневую технологию. Все, друзья, давайте на этом будем завершать. У нас сегодня выходной. Всем приятных выходных. Строй Skyway, спасай планету! Строй Skyway, спасай планету!